Ребята, девчата, всем привет! По многочисленным заявкам я сделал полный фильм про свой цоколь. Просто многие из вас постоянно просят видео о покраске, о декоре. Ну вот я и решил все ролики соединить и получить полное видео. Приятного просмотра! Ребята, всем привет! Сегодня мы будем делать вот такой интересный камень. Мы начали сбивать старую штукатурку, поскольку она бухтела вся и отваливалась. Все, мы все отбили. Раствор мы делали такой, один цемент и два песка. Цемент мы использовали марки М500. После того, как мы отбили стены, мы ее прогрунтовали и отбили сеткой на дюбеля. Ну и, конечно, начали штукатурить на первый слой. Не забывайте перед штукатуркой смачивать стены. На первый и второй слой я добавлял вот такую фибру. Третий слой я делал без фибры, чтобы волосы не торчали. Вот смотрите, как здесь. Видите, волоски торчат. Их потом или обжигать надо. Ну, некрасиво будет смотреть, согласитесь. И вот прошли сутки. Я начал наносить второй слой штукатурки. Примерно через минут 10, после того, как раствор чуть-чуть подстыл, я взял шпатель и начал разравнивать по верхушкам. Опять же, подождал еще минут 10 и начал наносить еще слой штукатурки. И выравнивать ее уже финишным слоем. Это делалось для того, чтобы она не плыла. Потому что, если толстый слоем, попросту у него держится на стенке. Отдлиняйте за мутную съемку. Чего-то камера малеха расстроилась. Ну вот, после того, как мы все это дело шпателем разровняли, и получилась у нас вот такая более-менее ровная поверхность, мы опять же берем этот шпатель, окунаем его в раствор, и просто накидываем рабочей стороной. Вот таким способом мы и получаем вот такие интересные кратеры. Чертит рисунок я начинал на следующий день. Это где-то прошло 10-12 часов. Ребята, через сколько вырезать, вы выбирайте сами. Все зависит будет от погоды и от окружающей температуры. От 3 до 5 часов можно начинать. Просто взял пластинку и примотал вот изолентой. Этим мы и будем нарезать. Ну вот смотрите, допустим, вот мы взяли отвертку, чтобы не портить, и начали вот такие вот круги чертить. И это сразу режу, а я вам показываю, как вы можете делать. Вот допустим, разметочку сделали. Вот этот с этим соединен. Здесь, допустим, большой идет. Вот. Здесь опять же, можно такой продолговато сделать. Вот так. Вот здесь маленький. И вот что у нас получается, вот такая вот черепашка. Здесь, допустим, тоже можно маленький сделать. Здесь какой-нибудь такой вот. Здесь поменьше. Здесь опять маленький. В общем, как хотите, так и чертите. Что там говорить? Сейчас беру это все, чтобы подвести, да? Так как бы удобнее, чтобы было. Вот допустим. Вот не бойтесь прям, вот как снимаете. Где надо, вот если есть острый угол, вот взяли, подправили. Ничего страшного. Ну, если вам не нравится острый угол. Просто взяли, вот так вот счесали. Ну, или еще проще. Вот так вот взяли рукой. Все, загладили. Все, нет у нас острых уголов. Не очень у нас получается. Здесь так же, вот допустим, продолжение камня, тоже не боимся. Ребят, эта штукатурка любит толстые слоя. В моем случае, это было 5 сантиметров, потому что у меня стенка была слишком кривая. И я ее выравнивал. Ну, а так не меньше 4 сантиметров делайте, чтоб потом не лопалось. Необычный. Просто как бы берем и наугад все делаем. Там мельче, там больше, и все будет ништяк. Все, я дорезал. Вот что у нас получается. Сейчас мы будем делать вот такой вот узор. Вот он. Типа, слоеный камень или что-то такое. Возьмем вот такой вот шпатель. Вот у нас шпатель есть. Вот смотрите, где у вас остались от шпателя, вот они следы. По этим следам прям можно и делать. Просто берем шпатель. Кренак, кренак. Вот смакнули. Вот, все, пожалуйста. Готово. Некоторые мне, конечно, скажут, фактуру камня, ведь можно сделать штампом, это будет быстрее. Да, быстрее, но я показываю, как сделать это вручную, если нет штампа. Вот у нас осталось, да? Вот, если сбоку посмотреть, нам надо сглаживать. Просто берем шпатель. Все. если хотите. А если хотите, оставьте так. В принципе, она интересно смотрится. А вот где она сглажена. По многочисленным просьбам, я сделал целиком фильм про мой цоколь. Так что тут будет и покраска, и как я делал откосы, так же, как я делал дерево. Давайте, теперь приступаем к откосу. Клиточным клеем делаю, потому что раствор пересыхает, ну и может, просто может отвалиться. Вот так вот я оставил, чтобы лучшее сцепление было. И сейчас я буду намазывать его. А вот и тот самый плиточный клей, которым я пользовался. А вы возьмите клея ЕС-3000, чтобы туда не добавлять всякие присадки и добавки. Клей разводите так, чтобы он был не слишком густым и не слишком жидким, чтобы ему удобнее было штукатурить. А таким способом я делаю верхние откосы. Беру терку, накладываю на нее клей, прикладываю к верхнему откосу и начинаю прижимать клей шпателем. Я натягал плиточного клея и прошло где-то полчаса. Я только тогда начал чуть-чуть сглаживать его. Так, да, кстати, не пытайтесь плиточным клеем сразу накидать слой. Накидали чуть-чуть, она постояла где-то часа два, три. И начинаете наносить еще раз что-то тут. И тогда он ласкует не будет. Вот эти вот края не старайтесь сделать ровными, но их все равно будет чуть-чуть счетаться. Смотрите, конечно, можно сделать попроще, чтобы сразу они были готовы. берем сюда и выпить правила. Ну и потом, понимаешь, по-клевому просто снимаем. Вот, смотрите, допустим, замерили, сколько нам надо. Мне надо 12 сантиметров. Вот, беру уровень. Вот, примерно, что-то такое. Прямо на живую. Ну, не совсем, конечно, на живую. То есть, никакого перерасхода и нет. Сейчас мы его в другое место будем исполнять. Старайтесь, кстати, вот здесь, где будет отставать, если что, вот так вот в конце берете, приглаживаете. Опять же, поставлю, чтобы виднее было. Смотрите, вот, допустим, вот она у нас здесь отстала. Берем ее так чипок. Потом, что надо будет, мы подрежем. Вот, тут пошел. До низа. То есть, как бы, его прижать надо. Ну, и так же поступаем со всем остальным. Не, ну, можете не уголок использовать, можете его легче. Сейчас чуть-чуть она подсохнет, именно на чем уже конкретно тогда заглаживаю. Сейчас вот здесь, на низу оставлю на минут 30, пускай постоит. А я пока верх сделаю. Дороги поставим. Еще. Точно замерим, контрольный замер. Здесь мне надо 13, допустим. Вот, она четко 13 получается. Берем это старое. Есть еще один white hat. Можете, где вот края, просто малярный скотч на клей, допустим, по краям. Это я уже тут мучаюсь. Можно маляркой сделать. Палка-выручалка. Кем-то забытая. Теперь что мы делаем? Теперь мы так вот уровень ставим, туда и черчим. Клей уже вот он стоит. Часа два, наверное. Еще вот он какой. А вот это то, что останется, вот это вот то, что на швы запомнило, я завтра уберу. Когда он чуть-чуть подсохнет, ее просто берешь и убираешь. Отцепается. Он становится вот таким вот. Просто рукой его потерпностью. Кстати, вот я не сказал, не забывайте мочить хорошо стену. Перед тем, как будете накидывать. И перед этим пройдите грунтовкой. Обязательно. Ну смотрите, пока он еще у нас совсем не застыл, сейчас мы будем сюда наносить пластинки. А потом уже вырезать сам рисунок. Наносим разметочку примерно. Вот, опять же, нам надо 14. Хотя бы чуть-чуть там было. Понятно. Вот, нанесли 14, тут допустим 7. Опять же, это примерно. Заодно. Ну что, смотрим. Чтобы пластины нанести, вот, просто сюда наляпали. Вот, все изгладили. А так эта пластина выглядит в сыром виде. Потом она превратится вот в такую. И вот, когда я ее обработаю, будет вот такой вид у нее. Смотрите, вот, после нанесения вот этой вот пластины, так называемой, ей надо постоять где-то, ну, часов в 10. А потом уже с нее что-то там формировать, вырезать. Потому что это плиточный клей. Сохнет он очень долго. Вот, сначала я его зачистил. И так вот у нас стульчок нарисуем. И использую вот такую стамеску, или как ее назвать, резак по дереву. А вы можете чем угодно. Вчера я ножичком пользовался. Вчера у меня не получилось. Постольку, поскольку она нифига не высохла. Ну, вот и пошли. Линии чертю. Здесь меньше. Тут глубже. Тут шире у такую можно линию. Тоже по бокам такие линии сделаем. Вот это я вам, как вчера говорил, вот. Вот она подсалка, берешь ее, вон, рукой. Все, вот эти ажметки отклеиваешь. Вот они. Видите, как стирается. Очень легко. И вот края вот так вот облупим. Более естественные. Здесь мы проводим линию такую. Вот. Вчера забыл сделать такая вот линия. А здесь мы ее чуть опускаем. Сейчас продолжим. Здесь такой широкий идем, глубокий. И все, оно у нас получается как будто отдельно. Вот эта верхняя лежит на этой нижней. Вот интереснее было. Здесь также по бокам. По глубже прям вырезаем. Знаем. Погодка у нас сегодня очень холодная. Плюс 4, не больше, еще и дождик идет. Ну ладно. Поехали делать пластижу. Берем сначала еще и солнце. Сильно не старайтесь чесать ее. Теперь вот смотрите. Ставить. Вот. Вот эту часть. Мы сейчас ее вот опустим вниз. Пускай у нас типа внизу будет вот. Вот таким вот образом. все. Здесь чисто подрежем, чтобы такой вот уклон был. Как будто она примята. Вот все. Есть. Теперь смотрите, что нам надо. теперь берем, рисуем. Вот такая у нас пластина будет. Опа, допустим. Вот так вот. Порисовали, уходим дальше. Теперь здесь так же. Вот. Мы продолжили эту линию. Ух. Вот такая вот будет. Теперь берем и начинаем вот так вот продавливать. И прорезать. Порезали. Опа. Все лишнее от павлов. Ничего не надо тут выдумывать такого прям сверхъестественного. Все. Лишнее от павлов у нас. Также здесь берем, прорезаем. Сочного нету. А ну вот саму отпаду. Где не захотел отпасть, мы ей поможем. Нас угол чуть-чуть выходит. Вот он угол. Вот просто берем и подрежем под пластину. Также пластину берем вот так вот подрезаем ее. Обозначаем на границе, так сказать. И так же и снизу. Дальше идем. Если хотите какое-нибудь ее навороченное, типа ну вот у нас чтобы металл получился. Вот. Просто берем и откалываем в ненужных местах. она сама колется прекрасно. На следующий день запомните. Так. Теперь клепки. Раз, клепка есть. Два у нас тоже клепка есть. Видите, у меня вот такой вот ножичек. Вот. Теперь ставим. Вот видите, ставим. Эту. С этой стороны округлим. И саму клепку можно округлить. Вот так же здесь. и здесь. Кстати, да. Здесь тоже у нас пускай будет какой-нибудь необычно. Здесь пускай будет кроватая, мятая. Чтобы придать округление, берем он перчаткой. Пока он свежий, с ним может делать все что угодно. Все. Мы ее закруглили. Так. Теперь вот у нас остается непройденный рисунок. Вообще элементарно. Берем просто и дорезаем непройденный рисунок. Вот он. Прямо по тем же по старым линиям. Все. Никаких проблем. Все. Рисунок у нас готов. Ну все. Последние штрихи и моя работа готова. Ну, кроме покраски, конечно. И вот какие у нас получились откусы. Некоторые скажут, это непрактично. На низ надо было поставить отливы. Да, я согласен. Надо их поставить. Но было бы некрасиво. Поэтому я углы прошелся герметиком или акрилом. Ну что ж, откосы мы закончили. Теперь мы будем делать вот такое дерево. Ребят, можно использовать вот такую оцинкованную сетку. Но я использую не оцинкованную, а обычный черняк. 4х4 ячейка была. Которую штукатурку я не использовал, я выкидывал на углы и потом обтянул сеткой и задюбелил. Как вы видите, она очень прочно сидит. Если вы слой будете делать больше 5-6 см, лучше сделайте на два слоя. А еще лучше наварите каркас из проволоки-шестерки или же арматуры. А таким образом я креплю сетку. Сверлю дырки, потом забиваю дюбеля не до конца и загинаю их. Старайтесь дюбель забить так, где нет у него резьбы. И тогда загинаете его. Дюбель-гвоздь я брал подлиннее 60 мм. Клей я использовал такой. Но если у вас нет навеса или вы не хотите заморачиваться всякими добавками и присадками, купите ЕС-3 тысячный. Он более крепкий. Также использовал вот такое фибровое окно. На одно ведро у меня уходила маленькая гость. Ведро было 12 литров. Как вы видите, здесь сетка. Чтоб не говорили, что отвалится или еще что-нибудь. Клеем я штукатурил вчера. Вон он еще мягкий. Сейчас я его еще раз прогрунтую и буду еще накидывать. Формировать дерево. Да, вот те вот ветки и все остальное или как это называть. Тоже там идет у нас сетка. После того, как вы накидали раствор, не забывайте хорошо его прижимать, чтобы не было пустот. Клей разводите погуще, но не слишком, чтобы он густой был, а чтобы хорошо прилипал, чтобы держал форму. Вот я нанес первый слой. Первый слой у нас был не очень объемный. Сейчас я рисую дерево и буду уже накидывать и формировать его. Только делайте это через время, через часа 3. Ребят, я тоже рисовать не умею. Я просто взял и тупо начертил какие-то там линии. И сейчас я их буду делать объемными. Ребята, смотрите, как я штукатурю. Я накидываю его и тут же его заглажу и прижимаю в то же время и придаю объем ему. И вот что у нас уже получается. Это я ее формирую. Его, точнее, дерево я формирую сейчас. Получается, у нас такие ступенечки, пока ничего не видно, конечно. клей вот такой его делай. Чтобы он у нас форму держал. Если сделайте жир, то будет очень плохо. Ребят, еще раз повторюсь, не пытайтесь сразу накидать большой слой. Он у вас попросту отвалится. Работайте посвоенно, но не дайте свой ям, чтобы они пересохли, чтобы у них было сцепление. Я не пытаюсь сразу вывести большой слой, запомните это. Он попросту отвалится у вас. Таким образом я делаю дупло дерева. Ну, или как там оно называется. Если есть деревянчики, вы знаете. А так я делаю кору дерева. Накидываю раствор, разравниваю его и потом краем шпателя вырисовываю кору. И по верхушкам приглаживаю шпателем. А таким образом делается гриб. Накидывается лепуха, потом разравнивается, верхушка срезается, прижимается. И по бокам как треугольничек делаешь и прижимаешь и получается гриб. Чтобы интереснее ветка у нас смотрелась, я делаю ее в несколько ступеней. А так я делаю сучки. Накидываю лепуху, разравниваю ее и вырезаю. Слой штукатурки на листе был около 3 сантиметров, чтобы потом придать ему хорошую фактуру. Чтобы лис у нас смотрелся, я сделаю ему волнистую форму. При покраске все будет выявляться. Вот где-то прошло 3-4 часа, я начал накидывать лиану. Не забывайте хорошо прижимать и приглаживать раствор, а также скруглять по углам. Пищали вчера дождь, но его так и не случилось. Ну а мне все равно пришлось свою работу закрыть таким вот способом. Одно интересно, что там в гидрометцентре курят, а? После придания объема нашему дереву на следующий день я приступил к резке. Взял вот такой гибкий шпатель, им удобнее будет срезать все это дело и почищать и начал чистить. Сначала нам надо очистить всякие нашпаклевы, всякие выпуклости и то, что нам не нравится. Округлить в общем эти лианы ну и также дерево. После того, как мы придали гладкую фактуру, мы берем резак по дереву и начинаем вырезать всякие линии. Не обязательно использовать резцы по дереву, также можно использовать нож, отвертку, да что под руки попадется, главное, что полстрей чуть было. Чем мне нравится работать с плиточным клеем? Да тем, что он очень долго застывает и можно работать вплоть до двух дней его резать. Главное, чтобы на солнце изделие не стояло очень долго, так как она берется корочкой и вы попросту так не сможете резать. Да, если попадают солнечные лучи, образуется вот эта корочка, вы начинаете резать и он начинает весь крошиться. Вот чем неудобность первая. А таким образом я режу сучки. Вот видите, кругов начертил и сделал пару трещинок. Если вы не хотите очень долго резать это дерево, как я его резал, у меня ушло 6 часов, то попросту где вот лианы и у нас все остальное по пару трещинок сделайте вертикальных и все. Таким образом я делаю эффект старого трухлявого дерева. Вот видите, прочертил и сейчас вырезаю где-то топлю сантиметра. И там снутри также делают трещины ну и сучки всякие всевозможные. Смотрите, а чтобы она смотрелась как натурально, мы вот эти все прямые линии должны сбить и надколоть. Ребят, кстати, музыку к этому ролику я тоже писал сам. Не бойтесь сделать пару лишних линий, ничего страшного, будет даже красивее смотреться. А таким образом я делаю корни. Вот видите, такие полукруги рисую и также делаю трещины и снимаю где-то сантиметр раствора, может чуть поменьше. Потом берем металлическую щетку и начинаем чуть-чуть по верхушкам все шкрябать, чтобы у нас были дополнительные линии. Листь я делаю так. Сначала нарисовал так приблизительно лишь бы было а потом начал делать выборку, где-то утопился сантиметра два. Лис сделайте такой полукруглый, обработайте его, чтобы он интересно смотрелся. как видите по краям я убираю раствор и топлюсь где-то на сантиметра полтора, чтобы у нас был лист объемный. объемный. Теперь мы берем самую тонкую отвертку отвертку только можно найти в моем случае это было от мобильного телефона и начинаем делать рисунок как на листах наверное каждый обращал внимание то что на листе есть такие прожилки интересные вот мы начинаем их рисовать а рисуем так круги квадратики ну в общем хаотичное что-нибудь и вот такое дерево мы сделали вместе с вами если кому-то непонятно пишите комментарии что надо объяснить а теперь мы приступаем к покраске откосов красим вот такой бежевой красочки вот видно не видно откосы тоже изначально я прогрунтовал так что за грунтовку не переживаю красил откосы я фасадной краской краска называется wellmax и добавлял туда колер бежевый номер 4 окно я красил на два раза теперь берем вот такой лак vip лак называется это акрил лак на водной основе если у вас нету такого лака наверняка у вас есть лак вгт называется по-любому имеется такой в магазине теперь берем колер шоколад 22 номер и добавляем в этот лак и также следом же добавляем черный колер все делайте по вкусу чем больше черного ну тем естественно чернее чем больше шоколада тем шоколаднее у вас будет брус ну в общем что-то вот такое вот получилось и сейчас мы ее будем наносить на брус на наши окна все делайте на глаз так как вам будет нравиться я не буду точные рецепты давать просто покрасить маленький кусочек и посмотрите нравится вам или нет теперь на раз проходим этим чернючим лаком и так же приготовьте две губки и воду смотрите когда вы будете покрывать лаком он будет чуть-чуть синим оттенком то есть свет не тот то что надо будет не бойтесь когда он высыхает это все уходит теперь берем губку мочим в воде хорошо выжимаем чтобы аж воды на ней не было и начинаем протирать протираем поверхушкам опять же протирайте так как вам понравится чем больше вы протрете тем будет светлее у вас брус чем меньше ну естественно тем темнее затиры можно делать разные можно в одном месте сделать или по краям и все и пойдет и вот так вот надо будет все окно в этой покраске есть один минус нужно работать в перчатках а то как я без перчаток поработал потом руки еле отмыл теперь вот в этот вот лак вип лак добавляем черный коллер и погнали красить нашу ковку красим пластину полностью также бока тоже можно прокрасить как покрасили тут же берем губку в руки и начинаем протирать где у нас будут клепки посередине по бокам ну в общем делаем такие затиры старение в общем делаем теперь берем в этот же лак добавляем красно-коричневый коллер вот видите банка какая извините не заснял и начинаем проходиться по этим пластинам клепки можно не трогать а теперь берем в лак добавляем желто-коричневый коллер или просто покупаем золотую краску и красим наши клепки и красавица м нет это ал нет 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 ну Ну что ж, а теперь приступим красить дерево. Вот и оно попалось под раздачу. Ну что ж, приступим красить вот это дерево. Ну или как его назвать, получили вот такой вот бежевый цвет. Может видите, может нет. Конечно, перед этим я его прогрунтовал хорошенько. Сейчас мы его покрасим в бежевый цвет на два раза. На два раза запомните, не на раз. Начинайте сверху вниз. Ну вот, что-то вот такое получается. Еще не досохло. Сейчас подсохнет и будет светлее. Вкрасил я на два раза. Пока наша краска сохнет, мы берем вот такой лак. И добавляем туда шоколад 22 номер. И тут же добавляем черный. Все делаем по вкусу. Лак можно использовать не именно такой же. У меня лак назывался ВИП. Но вы можете использовать ВГТ. Это одно и то же. Лак акриловый. Черный шоколад добавляйте по своему усмотрению. Теперь берем лак, который мы приготовили. И начинаем им красить полностью все. Так же приготовьте две губки и воду. Сразу же после покраски берете губки, хорошо выжимаете и начинайте протирать. Сами лианы я протираю побольше, чтобы они были светлее. Ни в коем случае таким способом не крастье на прямых солнечных лучах. Лак пересохнет и его попросту не сможете вытереть. Середину протирайте побольше. То есть если идет у вас бревнышко какое-нибудь, середину протерли и чтоб такой блик был. Где у вас будет кора, поменьше протирайте, чтоб она темная была. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь берем лак, добавляем красно-коричневый. Извините, не заснял. Сейчас вот я банку покажу, вот такой цвет у нас получается. И начинаем красить по бокам. А посередине у нас будет блик, мы покрасим его бежевым. Или желто-коричневым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берем теперь лак, добавляем желто-коричневый и начинаем красить. Но можно также добавить бежевый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь берем опять же вот такой лак. И добавляем туда темно-зеленый колер. Ну или зеленое яблоко, как я добавил. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Теперь берем опять губку, мочим, чуть-чуть подтираем, чтобы у нас белые просветы были. И потом еще чуть-чуть подкрашиваем. И все, наш лист готов. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что ж, и вот у меня какая получилась покраска. Я думаю, оригинальная. А я дальше пошел покрасить. Кому было интересно, ставим лайк и подписываемся на мой канал. Я еще покажу много годных штук. Ну что ж, завершающий этап. Начинаем красить фасад. Я этот камень прогрунтовал, потом покрасил белым цветом. Фасадной акриловой краской. И следующий слой у меня уже пошел вот такая красочка. Серая. Интересно, да, получается? Заметьте, я потом швы не расшивал. Эта покраска делается без расшивки швов. И получается вот такая красота. В принципе, пойдет. А там сами решайте. Извините, покраску, конечно, не заснял, как я красил белый камень. Времени не было. И как я его грунтовал. Но я думаю, вы там сами разберетесь. То, что его на пару раз надо покрасить и все. Там ничего такого не надо сложного. Краску я использовал вот такую вот. Фасадная, акриловая. Теперь берем в эту краску, добавляем черный колер. Также можно добавить серый колер. Даже будет лучше. Он краски сами подбирайте. Чем больше добавите черного колера, тем будет темнее. Так, ну что ж. Мы имеем вот такую краску. И начинаем кисточки красить. Многие скажут, ну можно же валиком или губкой. Ребята, ну не очень удобно будет валиком или губкой вот эти вот кратеры проходить. Я уже попробую валиком и губкой. Не то пальто. Я кисточкой. Да, сюда за края не залазим. Просто его. Таким вот способом. Вот, круговыми движениями. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. И прошли, все поры забились. Все, поры забили. Покрасили, допустим, несколько камней. Вот эти мелкие так красятся. Вот смотрите, красим несколько камней. И потом сразу же берем губку. Выжимаем ее хорошенько. Ну, естественно, мочим, выжимаем. Это мы ее промываем. И начинаем вот такими вот движениями. Как бы разводить краску. Протирать малехами. Где вот здесь швы испачкали, просто берем и губкой проходим. Вот, и погнали. Можно будет не именно серым, допустим, сделать, а в несколько тонов. Сразу нанести тона по точкам. И просто вот так вот пройти с губкой. И у нас такой получается тертый камень. Непонятно, камень не камень. Ну, в общем, что-то такое интересное. Кстати, совсем забыл сказать. На прямых солнечных лучах не вздумайте делать такую покраску. Вот смотрите, не бойтесь. Когда он подсохнет, он будет чуть-чуть светлее. Убойтесь, протирайте. Сейчас он темненький, а потом он посветлее. Также краску разводите на глаз, как говорится. В общем, какая-то вот такая методика получается. Не повторяйте за мной. Очень геморройная покраска. Да и камень такой же. Ну и вот, что в итоге мы получаем на выходе. Мне работа этого не очень понравилась, честно скажу. Ну, а вы там сами решайте, поставьте лайк или дизлайк. А кому понравилось, подписывайтесь на мой канал. Я еще много покажу интересных работ. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Игорь Негода.